Теперь к другим новостям. Около тысячи фур с продуктами скопилось на пограничных пунктах пропуска при въезде с Украины в Крым. Активисты украинских радикальных организаций не прекращают попытки взять полуостров в продовольственную блокаду. Они установили на трех КПП заграждение и сейчас не пускают грузовики. Власти Крыма, однако, уверены, проблемы за этого не возникнет. Большинство товаров в магазинах уже сейчас российского производства. Рассказывает Ольга Армякова. Все три дороги, ведущие в Крым из Херсонской области, перекрыты. Так называемая продуктовая блокада полуострова началась накануне в полдень. Движение грузовых автомобилей из Украины сейчас полностью остановлено. На российско-украинской границе боевики правого сектора установили заграждения, бетонные блоки и металлические шипы. Они не пускают большегрузы. Фуры разворачивают по пути следования в Херсонской области. Дорогие мои, есть Житомир, есть Одесса, есть другие места. У вас товар нормальный, там где картофель, где лук, где инше. Повертайте и езжайте на те рынки. Все. А я живу в Юпатуре. Все. Живете в Юпатуре? Будь ласка, дорога открыта, без машины. Проехать машины не могут и в итоге останавливаются где-то в поле, недалеко от границы. На всех украинских пунктах пропуска в общей сложности скопилось почти 800 автомобилей. При этом движение легкового транспорта и пассажиров пока сохраняется. В интернете уже появились заявления украинских бизнесменов и предпринимателей снести грузовиками любые заграждения. Попытки прорвать баррикаду действительно были, однако ни к чему не привели. Боевики правого сектора попросту избили водителя, так и не дав ему проехать. За две недели раз съездил. А так без работы. Вот что-то хоть заработал, хоть есть в семье, что-то будет. При этом российские контрольно-пропускные пункты работают в штатном режиме. Грузовые автомобили оформляют и беспрепятственно отправляют на Украину. Собрали специально эту колейку. Колейки не было. Абсолютно было 5-6-7 машин максимум до заправки. Самая большая колейка была здесь. Сейчас ее собрали и не пускали нас. Мы в вторые сутки стоим, пропускная способность нулевая. Украинская милиция фактически дала карт-бланш на перекрытие дороги. Сотрудники правоохранительных органов нарисовали пешеходный переход прямо перед бетонными заграждениями. Активисты, которые устроили блокаду, фактически стоят на зебре. И формально получается, что они переходят дорогу. Проезд уступают только легковым автомобилям. В акции принимают участие и бойцы батальона особого назначения «Херсон». Границы с Крымом стянули бронетехнику. А военные заняли окопы и инженерные сооружения. На сопредельной стороне имеется неизвестное вооруженное формирование. В военной форме одежды, без опознавательных знаков, которые разворачивают транспортные средства, грузовые, в обратном направлении. Установили бетонные блоки, таким образом, чтобы грузовые и транспортные средства не могли проехать. Соответственно, легковые могли проехать. И возвращают всех обратно. За ночное время ни одной грузовой машины на территорию России не заехала. Странная блокада Крыма со стороны Украины самому полуострову никак не повредит. Большую часть продовольствия в республику везут с материка. Керченская переправа работает как часы, соединяет два берега каждые полчаса. Никакого продуктового дефицита, а именно это, видимо, и планировали, здесь не будет. Украинских продуктов всего 5% от общего товарооборота. Уже все практически крымские сетевые компании и частные предприниматели практически заключили договора уже с материковыми сельхозпроизводителями. И в данном случае у нас на рынках сегодня 95% случаев это продукция российского и местного производства. Поэтому в течение двух недель при таком подходе, наверное, на полках супермаркетах вообще не будет украинской продукции. Такой блокадой Украина, по сути, наказывает сама себя. И прежде всего сельхозпроизводителей Херсонской, Николаевской, Запорожской областей, которые теряют перспективный рынок сбыта на полуострове. Ведь Европе фрукты и овощи из аграрной незалежной не нужны. За сутки блокады Украина теряет почти 2 миллиона долларов. Официальный Киев ситуацию на границе с Крымом пока никак не комментирует. Украинские власти предпочитают отмалчиваться, тем самым снимая с себя ответственность. Хотя очевидно, что акция такого масштаба без негласного одобрения была бы невозможна. Ольга Армякова, Антон Березин и Кирилл Стельмах. Вести. Республика Крым.